Да, 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 так скучно. Понятно, извините. Всем привет, очень рад, что мы собрались. Говорю, что для начала хочу сказать, что у нас как бы не было еще официального запуска. У нас только 21 числа будет первый вебинар. И мы как бы сейчас, такая основа идет команды, основа лидеров. И поэтому как бы мы с Серегой это обсудили, Серега эта идея очень заинтересовала. И на самом деле возникла эта идея на моменте, когда мы увидели, что около 10 миллионов запросов с русскоязычных стран есть на этот продукт, который мы сейчас приготовили. То есть мы готовили продукт изначально, мы не рассчитывали на то, что это будет MLM. Мы готовили просто продукт, платформу для продвижения, первую в мире органическую, потому что все, что на сегодня есть на рынке, наверное, чуть забежал наперед. Я сейчас расскажу, о чем речь. То есть мы сделали платформу для продвижения Instagram аккаунта, для продвижения себя, своего продукта, бренда, шоурума, товара, бизнеса, чего-либо через Instagram. То есть это первая в мире платформа, которая позволяет органически продвинуться. Что значит органически? Это максимально живые люди, это максимально качественные подписчики, которые будут вам приходить, потому что это те люди, которые в рамках проекта. И это максимально качественный трафик на вашей стороне аккаунт. И почему так много запросов сформировалось на эту услугу? Потому что на самом деле все, что есть на рынке, это или продюсерские центры какие-то, которые вам обещают какой-то миллион подписчиков, сейчас объясню, как это работает. Или же какая-то биржа взаимобмена, типа ты подпишись на меня, я подпишусь на тебя. Или же на тебе там 5 центов, ты на меня подпишись, но завтра на меня ты уже не обязан быть подписан. В принципе, можешь уже и отписаться, ты свою работу сделал. Какие-то там африканцы за два года в день сидят, выполняют эти задания. Это не та аудитория, которая хоть как-то можно монетизировать. Почему мы взяли за основу Инстаграм, я сейчас вернусь до продюсерских центров, потому что это сумасшедший рынок, это полтора миллиарда человек на сегодняшний день, это около миллиарда человек в день, дневная активность в Инстаграме. Самый ближайший конкурент это Фейсбук, который 7 раз, 7 раз отстает на сегодняшний день. Самый большой рекламный бюджет сегодня вбивается в Инстаграм, сумасшедшие деньги зарабатывают сейчас блогеры. Самый топовый, Кайли Дженнер, миллион долларов в пост стоит. Криштиану Роналду, наверное, всем известный футболист, 750 тысяч долларов стоит в пост. Просто одна публикация с информацией о каком-то бренде, о чем-то. Сумасшедшие деньги. Блогеры, у которых по миллиону два подписчиков зарабатывают по 50-100 тысяч долларов в месяц. Если сравнивать с какими-то бизнесами, и сколько надо труда в ленте, да, сами, наверное, понимаете. Ребята, у которых 200-300 тысяч подписчиков закрывают базовые потребности на Инстаграме. Из-за того, что самое быстрое распространение информации в мире. Люди засыпают, просыпаются с Инстаграмом. Люди с ума сходят. Почему? Ну, наверное, потому что люди закрывают какие-то свои внутренние потребности. Это как пирамида Маслова. То есть есть чувство значимости, есть чувство важности в обществе. И когда ты выставляешь что-то, там тебе масса людей смотрит, лайкает или как-то повышает твое утверждение в себе. Ну, то есть у кого какие там цели, у кого какие планы, но так сложилось, что Инстаграм стал самый мощный ресурс на сегодня. Мы сделали продукт, который помогает продвигать Инстаграм-аккаунты. Потому что раньше намного проще было продвинуться в Инстаграм, когда было там меньше людей. Сейчас, так как аудитория сумасшедшая, большая, очень сложно пробиться куда-то. Инстаграм сам режет охваты. Мы сделали продукт, который повышает рейтинг каждого Инстаграм-аккаунта. Что значит рейтинг? Сейчас принцип алгоритма работы самого Инстаграма работает больше по рейтингу, а не по времени. То есть если раньше лента в Инстаграме, может в Фейсбуке вам ближе, да, работала по времени, то есть первый пост выложен минут назад, второй, две минуты назад, третий, три минуты назад. То есть сейчас первый пост, который выложен вчера, а второй, который выложен минут назад. Почему тот первый? Потому что у него высший рейтинг. Рейтинг – это взаимодействие аудитории с вашим контентом. То есть это количество просмотров, лайков, комментариев. То есть это количество трафика, который приходит на эту публикацию. Из-за чего она повышается в рейтинге? Она попадает другим людям в рекомендованные, даже те люди, которые на вас не подписаны. Она получает большой охват, и она получает намного больше взаимодействия аудитории с контентом. Это тот продукт, который мы создали. То есть у нас в рамках проекта мы за месячную подписку, которую человек платит. Слышно меня? Да, да. Мы за месячную подписку, которую человек платит, мы даем ему определенное количество трафика на его Инстаграм-аккаунт. Это просмотры, лайки, комментарии, сохранение. Это то, что повышает сильный рейтинг его Инстаграм-аккаунта. Как это происходит? То есть человек, который хочет заказать, например, 50 комментариев, эти 50 заданий летят другим людям в системе, 50 людям, которые заходят и комментируют его публикации. Мало того, что видят эту публикацию эти же люди, которые в рамках этой системы, то она еще растает в рейтинге, попадает в рекомендации, и она получает большой охват аудитории со стороны. То есть это вот такой продукт, за которым сейчас гоняются очень многие, которые поняли и оценили ресурсы Инстаграма, потому что очень многие еще его недооценивают. И эта услуга работает таким образом, что вы получаете определенное количество в месяц этого трафика, вы заказываете его на свой аккаунт, он распределяется людям в этой же системе, люди заходят, делают на вашем аккаунте определенные задания, кто лайкнуть, кто посмотреть, кто сохранить, кто написать комментарий, из-за чего повышаем друг другу рейтинг наших же Инстаграм-аккаунтов. Благодаря чему очень важно, что очень многие люди придут или уже приходят на именно эту услугу, в этот проект, но если вы чем-то занимаетесь, чем-либо, продажей, каких-то товаров, услуг, бизнес, шоу-рум, личный бренд, и важно, благодаря тому, что люди придут на эту услугу, они будут видеть то, чем занимаетесь вы. То есть это дополнительный какой-то такой толчок в том, чем бы вы не занимались. Почему? Потому что все люди, которые будут после вас, они будут видеть то, чем вы занимаетесь, потому что они обязаны на вас подписаться. Как это работает? У нас это работает таким образом, что в рамках проекта надо быть подписанным максимум на 15 человек, это может быть 3, 5, 8, но взамен можно получить до 22 миллионов человек. Тех людей, которые стоят после вас. Это может быть 100, 200, 300, 500. То есть это далеко не взаимообмен. Это не как на бирже взаимообмена, подпишись на меня и на тебя. Это далеко не равна сильная подписка. То есть из-за того, что у нас тренарный маркетинг, распределение людей в структуре идет таким образом, что надо быть подписанным на 3, 5, 10 человек, но взамен можно получить тысячу, две тысячи, три тысячи, 10 тысяч, миллион, 10 миллионов. Очень много всех последующих людей, которые ждут после вас, которые будут видеть то, чем бы вы ни занимались, или вас красиво, или красиво, или ваш бизнес, что угодно. Я не договорил там за продюсерский центр, который как бы есть на рынке, который предлагает подобные услуги продвижения. То есть если вам на сегодняшний день продюсерский центр обещает миллион подписчиков, то в лучшем случае, в гениальном случае, это будет 1700 ботов, которые еще больше убьют статистику вашего Инстаграма, потому что они никак не взаимодействуют с вашим контентом, они просто будут накручены, как цифра. И тысяч триста – это будут люди, да, но это будут люди, которые куплены на такой же бирже взаимообмена, где вы заплатили каждому из них там по 3, по 5 центов, по 10. Они на вас подписались, но это не та аудитория, которую можно монетизировать. Ну, вы представляете себе человека, который за 2 доллара в день сидит целый день классы. То есть это далеко не то, что нужно для того, чтобы зарабатывать деньги. Такую статистику вы скинете любому рекламодателю, и он скажет вам, ну, спасибо, извините, вы там не нужны, если у вас даже там будет миллион подписчиков. Ну, это кратко. Это я уже говорю, там, за цифры большие, да, но у каждого человека, у которого там 200-300 тысяч подписчиков, он закрывает как минимум базовые потребности. А нам, как людям, которые там имеют MLM-мышление, на таком продукте востребованном очень можно неплохо заработать, потому что мы до 70% почти, мы отдаем в сеть обратно людям, которые продевают этот продукт, потому что он как бы закрывается внутри теми же людьми, которые в нас, и мы не, у нас нет большого расходника на продукт, но продукта такого на рынке не существует, органического, на что очень много запросов, чем можно очень хорошо воспользоваться и построить огромные команды и заработать очень много денег. А как это работает? Тренарный маркетинг. Я думаю, что все, наверное, понимают, что такое тренарный маркетинг. Если нет, то я кратко скажу. Тренар, он подразумевает у себя в первой линии три человека. Первая линия здесь – это не лично приглашенные, сразу скажу. Первая линия – это первая линия. Это могут быть люди, которые зашли вам переливом. То есть три человека первой линии, во второй – 9, в третьей – 27, в четвертой – 81. То есть каждая линия следующая в три раза больше. Если вы приглашаете, например, три человека, они стоят в первую линию, то четвертый человек становится уже первым первым. То есть вы уже помогаете своему первому человеку. Соответственно, получается такая структура, которая постоянно идет в переливе от человека, который более активный. Даже если человек не работает, ему все равно заходят люди сверху, и он получает их как подписчики. Как работает система вот этого подписания? Вот, например, возьмем на этом же примере 3, 9, 27, 81. Первые четыре линии. Человек, который в четвертой линии, где 81, он обязан подписан быть на одного из человеков в линии 27, на одного из человеков в линии 9 и на одного из человеков в линии 3. И на нулевой аккаунт. То есть он подписан по цепочке вверх на 4 спонсора. Это человек, который находится в четвертой линии, где 81. Человек, который в третьем на 3 спонсора, человек, который во втором на 2 спонсора. Но суммарно в этих четырех линиях 120 человек, 3 плюс 9 плюс 27 плюс 81. И 120 человек подписаны на первого человека, все. Но каждый из них поодиночке подписан всего лишь на 4 максимум. Вот это этот принцип тренарный, где работает «подпишись на 3, 4, 5, а получи 120, 500, 1000» и так дальше. Соответственно, это одна из моментов цепляющих, где люди понимают, что они получают максимально качественных подписчиков, потому что это те люди, которые платят 58 долларов, а более того, они получают их намного больше, чем они должны подписаться. Что по доходу? 3, 9, 27, 81, то есть мы в рамках проекта сделали все возможное, чтобы каждый, кто приходит, пригласил троих в первую неделю и больше не обязан ничего делать. Ну, как бы и 3 приглашать не обязан, но есть много мотивирующих факторов, которые влияют на то, чтобы он пригласил троих в первую неделю. Это, как минимум, получить в следующий месяц бесплатно пользование платформой. Это первое. Второе – это получить в 2 раза больше трафика на свой Instagram аккаунт за приглашение 3 человека. Третье – это возможность выводить деньги. То есть пока человек не пригласил троих, он деньги выводить не может, что обеспечивает постоянный рост структуры, потому что если у него упали переливом люди, с них капнуло денежка, он хочет вывести, ему надо пригласить троих. Это постоянное движение, которое мотивирует друг друга пригласить 3 человека. Как минимум 3 человека на 50 долларов, что вообще несложно на такую хайповую услугу, где очень много людей ее ищет. Более того, если посмотреть на Instagram аккаунты, наверное, у нас всех, там не 3 подписчика, а там их 100, 200, 1000, 5000. Где сделали там даже рекламу в ресторане, и 3 человека может прийти. По такому принципу, если каждый повышает 3 человека в первую неделю и больше ничего не делает, первая неделя 3 человека, вторая неделя плюс 9, третья неделя плюс 27, четвертая плюс 81. То есть первые 4 недели это 120 человек за первый месяц у вас в команде, и мы их умножаем на 5% с каждого, потому что мы получаем с первых 4 линий по 5%. Получается, что у нас 120 умножаем на 2,9. 2,9 это 350 долларов, можно заработать в первый месяц, пригласить всего лишь 3 человека и больше не приглашают никого, если они вас дублируют. Что обязует сама платформа. То есть тут сделано все таким образом, чтобы не лидер держал на пульсе команды, чтобы каждый пригласил по 3. А сама платформа обязует пригласить 3 человека, потому что человек получает дополнительно очень много бонусов, там и обучение, и очень много всего. Соответственно, по такому же принципу, 5, 6, 7 и 8 неделя, это следующий месяц, получается плюс 23 тысячи долларов на второй месяц можно уже заработать. При том, что один раз проделанная работа, деньги вы получаете постоянно, потому что это месячная обонплата, которую человек платит. А если он не платит, он не зарабатывает с людей, которые под ним, ему это невыгодно делать, более того, он получает услугу. На третий месяц по такому же принципу вы пригласили тариф и больше никого, получается 1,3 миллиона долларов дохода в месяц на обонплате. Получаются сумасшедшие цифры. Это сухая математика, без преувеличения можно себе нарисовать и понимать, откуда это берется. Это по доходу. Четвертый, там следующие три дубликации, там уже очень большие цифры, даже не хочу говорить, они аж страшные. То есть суммарно максимально возможное количество людей у вас в команде, из которых можно зарабатывать, это 22 миллиона человек. И с каждого человека можно получать от 1 до 5%, если они не ваши. И 15% за личников тоже ежемесячно. То есть личников возможно быть не 3, их может быть сколько угодно. Вы с каждого человека будете получать 15% от 58 долларов, это 8,7 долларов ежемесячно с каждого человека. Более того, если сравнить, например, этот продукт с компаниями, в которых входной билет 500-600 долларов, то намного тяжелее привезти человека на 500-600 долларов на какой-то товар, который не совсем нужен этому человеку, чем привлечь на развитие, на продвижение, чем бы он не занимался за 50 долларов. Но на обонплате получается в год та же цифра 600-700 долларов. Или там за полгода получается 30-400 долларов. То есть из-за того, что это обонплата, получаются очень хорошие цифры. Более того, компании, у которых входной билет 500-600 долларов, они отдают в маркетинге процентов 20-30. Ну если 50, это уже очень много, и этих компаний очень мало. Но у нас мы отдаем почти до 70%, и с входным билетом очень маленьким, порог принятия решения максимально быстрый, потому что всем оно нужно, как дополнительный сервис продвижения, как удовлетворение своего тщеславия, значимости, важности, кому что нужно, кому там показать попу свою, самые разные потребности наших людей. Ну а почему-то так сложилось, что они этим живут, полтора миллиарда человек на планете. Это наш рынок, который сумасшедшим большой. Создать себе аудиторию один раз и получать с нее деньги ежемесячно, что очень, скажем так, приятно. Продукт, над которым мы работаем, мы уже вот 9 месяц, ой, уже 10 месяц, мы работаем над разработкой. И только 21 числа мы официально стартуем. Но все, о чем я проговорил, максимально все работает уже. То есть регистрация, использование услуги, заказ трафика, маркетинг, выплаты, завод денег. Максимально простой, с карточки в любой точке мира. Вводим данные карты, деньги зачисляются и покупается подписка месячная. Вывод денег на e-payments, что, в принципе, тоже очень удобно. Международная платежная система, такой себе онлайн-банкинг, который позволяет выводить деньги очень быстро. И, в принципе, с e-payments можно выводить на карту, на банковский счет с платежом, на крипту даже. Ну, если есть позвание, так как мы на старте, по каких-то платежным системам мы, в принципе, можем тоже рассмотреть максимально лояльно. Или там до каких-то стран сделать что-то другое, как бы, тоже возможно. Это очень кратко я пробежался по продукту и маркетингу. Надеюсь, было понятно много. А если нет или вопросы есть, я готов сейчас на них отвечать. Алло, здравствуйте, Роман. Да, здравствуйте. Ага, отлично. Меня зовут Олег, Стрельдоман, вышел в Тоскопе. Я сетевик. У меня первичный интерес для развития именно количества подписчиков, чтобы, ну, естественно, продвигать идею, обучение, ну и так далее. Первое, вот я уже подключился, и я попробовал сегодня заказать, ну, 100 или 150 лайков, я не помню, какой-то свой пост, но не на последний пост. Я тогда детали говорю, может, в деталях есть какая-то вещь. И 400, ну, там был движок до полутора тысяч, по-моему, я сделал чуть-чуть мало. Ну, потому что есть еще определенный стереотип страха, что Инстаграм, система набора там банит там за лайки и так далее. Типа, пока я рост лайков не увидел. Я не знаю, может, ошибка какая, может, нет, может, программа. Когда заказали? В 7 утра по Уфе, в 5 по Москве. Понял. Ну, или что-то неправильно сделали, или придут еще. То есть приходят на протяжении сутки, на протяжении первой сутки приходят. Но обычно приходят по порциями, там сразу приходят, потом, ну, оно распределяется в системы, выполняют люди по чуть-чуть, и мы там еще чуть-чуть перекупаем трафик, пока людей нет достаточного количества системы. А на протяжении сутки все приходит. Ну, может, или что-то неправильно сделали, или надо, чтобы вы показали экран, наверное, свой, если сможете, можете мне набрать после, я вам скажу, может, если что не так. Если ты подписываешь, человек получает обучение, еще что-то. Что представляет из себя обучение? Обучение чему? Как строить сеть? Это один вопрос. Или обучение, как вести аккаунт и так далее? Или и то, и другое? Это будет отдельная вкладочка в вашем кабинете по обучению, где будут обучения от самого начального, как там правильно вести Instagram аккаунт, что лучше писать, какую тематику, какой вектор вам выбрать, чем вы там разбираете, то есть разбор, да? И дальше будет обучение уже более векторное, кто чем занимается, как правильно это делать, то есть от известных личностей, известных блогеров. Мы сейчас подбираем это все обучение, в ближайшее время там будет отдельная вкладочка, и там будут пункты обучения, которые можно проходить. Она будет открываться после троих приглашений. Смотрите, на видео мы поставили, то есть на видео можно заказать комментарии, а на фотографии можно заказать лайки. Почему? Ой, на видео можно заказать просмотры, а на фотографии можно заказать лайки. Почему мы взяли на видео просмотры за основу, потому что они отображаются как бы всем под постом, но там есть еще лайки, да, то есть мы сделаем еще функцию дополнительную, чтобы на видео, кроме просмотров, можно было бы заказать еще и лайки, но сейчас есть более приоритетные задачи, мы это сделаем буквально там в ближайшую неделю, то есть можно будет и на видео заказать лайки тоже, это первое. Второе, они приходят в комментарии, они будут приходить постепенно, то есть если вы написали 20 комментариев, то 20 людей, которые в системе, должны их вам написать, более того, они будут приходить не меньше, чем 3 слова, потому что комментарии, которые влияют на рейтинг публикации, это те комментарии, у которых не меньше, чем 3 слова, и наш сервис это проверяет, прямо вы перешли, написали что-то, если там меньше, чем 3 слова, мы вам говорим, извините, задание не пропадет, пока вы не сделаете 3 слова, то есть оно будет постепенно выполняться, сейчас набираются люди в структуру, ну, в команду, и, соответственно, они будут выполняться. Так, я вижу, здесь есть какой-то чат, я не знал, что в зуме можно чатом пользоваться. Еще такой вопрос. Вот там люди, которые под моим именем написаны, это означает, что эти люди подписались на меня в Инстаграм, правильно? Или это какой-то перелив по всей системе ко мне перешел? Люди, которые у вас в структуре, или те, которые ваши, люди ваших людей, или даже те, которые вам упали переливом, вы их всех получаете в качестве подписчиков на свой Инстаграм-аккаунт. У них выпадает задание, чтобы они на вас подписались. Я вижу, тут вопрос есть в чате еще. Я правильно понял, что подписать однажды за неделю три человека, и это и есть наша задача? Нет. Если вы хотите получить бонус, надо подписать три человека за первую неделю. Но если вы хотите просто получить вывод денег, то их надо пригласить три человека за все время. Есть еще вопросы? То есть, если человек приглашает трех человек за месяц, то он уже имеет право вводить деньги. И это понятно. И следующий момент. Если он пригласил трех человек, пусть даже за месяц, то он, в принципе, даже если не приглашает четвертого и пятого, вот за этот тренар, который бежит у него в деревню, он получил. Если он был проплачен, ему денежка капала всегда. Если он был не проплачен, ему денежка не капала с людей, которые под ним. Соответственно, для того, чтобы выводить эту денежку, ему надо пригласить три человека, неважно за какое время, хоть за год. Но только после того, как он пригласит трех, он сможет выводить свои деньги, которые ему накапали. Но если он сделает это в первую неделю после регистрации, он получает следующий месяц пользования платформы бесплатно. И там увеличение количества трафика и так дальше. То есть, мы еще думаем, что максимально больше дать для того, чтобы увеличить темп развития нашей команды. Я правильно понимаю, если мы сейчас зарегистрировались, оплатили сервис и стали ближе к вам, то мы получаем от вашей рекламы, которая будет потом, видимо, идти, да, тоже какие-то переливы, и, соответственно, мы в более выгодном положении. Я правильно понимаю? Да, да. Ну, сейчас это самые первые люди, которые зарегистрируются, нас очень мало, поэтому все впереди.